всем привет с вами канал хобби поинт и я анастасия я очень рада приветствовать вас на своем канале в новом 2020 году я очень надеюсь что этот год принесет вам только положительные эмоции а я со своей стороны постараюсь радовать вас новыми интересными мастер-классами кстати если у вас есть какие-то пожелания по поводу мастер-классов которые вы хотели бы чтобы я снимала вы можете написать мне об этом в комментариях ниже а начнем мы новый год с мастер-класса по вот таким серьгам я уже показывала их в вкладке сообщества на своем канале и в instagram аккаунте а теперь давайте сделаем их вместе все необходимые материалы как обычно указано в описании под видео а также под есть кнопка подписаться которую вы можете нажать чтобы получать уведомления о моих новых видео в этой работе я буду использовать бисер номер 15 он очень мелкий и я была очень удивлена что его в принципе получилось нанизать на нить у меня это нить ариана вега номер 15 и так первое что нам нужно сделать это нанизать бисер на нить это у меня игла номер 7 ее я буду использовать для работы она к сожалению через этот бисер не проходит поэтому я воспользуюсь вот таким переходником это тонкая игла и в нее где-то обычная тонкая нить в два сложения чтобы образовалась вот такая петелька в эту петельку я продеваю нить которую буду работать и у нас получается вот такой переходник для одной сережки нужно нанизать 20 бисеринок вначале бисер прошел легко так как нить меня тонкая вместе перехода на другую нить нужно приложить небольшое усилие и бисер уже на нужное нам нити после того как мы нанизали нужное нам количество бисера убираем наш переходник и заправляем нить в иголку оставляем вот такой хвостик думаю тут около 60 сантиметров первое кольцо у нас будет 8 пико 6 пико делаем небольшое около 3-4 миллиметров если вы впервые на моем канале и еще не знакомы с техникой привалите иглой то обязательно посмотрите уроки по основам привалите ссылка будет в описании под видео закрываем кольцо не переворачивая работу теперь выполним еще одно кольцо и присоединяем его к первому расположить это кольцо можно чуть-чуть за первым набираем 6 узлов выполняем соединение и набираем еще пять узлов и по 11 узлов закрываем кольцо не переворачивая работу и и и и Теперь выполним дугу 7 узлов и по 6 узлов. Закрываем дугу, переворачивая работу. Теперь нам нужно выполнить большое центральное кольцо и соединить его с двумя предыдущими кольцами. Набираем 13 узлов. Выполняем соединение. Набираем оставшиеся узлы по схеме выше. Вот такая длинная цепочка у нас получилась. Все узлы сразу снять с иглы будет сложно, поэтому потихоньку сдвигаем их вниз. Музыка. 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 то оно будет лежать ровнее переворачиваем работу выполняем узелок теперь выполняем маленькое кольцо которое будет лежать поверх дуги набираем первые 8 узлов выполняем соединения и набираем оставшиеся узлы закрываем кольцо не переворачивая работу расположите кольцо поверх дуги и хорошенько затемните его гонки и и и и и и и и Выполним еще одно кольцо и присоединим его к предыдущему. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Делаем еще одно кольцо, присоединяя его к предыдущему. Оно у нас будет симметрично вот этому колечку. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Теперь нам нужно выполнить вот такую дугу. Но прежде чем мы начнем делать дугу, пройдите иголкой через узелок большого центрального кольца. Это нужно, чтобы дуга была присоединена не только к предыдущему кольцу, но и к центральному кольцу. Набираем 6 узелков. Выполняем соединение, дугу расположите под кольцом. Набираем оставшиеся 7 узелков. Затягиваем дугу. Смотрите, у нас центральное кольцо стало в виде капельки, просто за счет того, что мы прошли через него перед выполнением дуги. Закрываем дугу, не переворачивая работу. Смотрите, чтобы дуга была такой же длины, как и симметричная дуга. Теперь выполняем вот это кольцо, только симметрично. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Не переворачивая работу. Кольцо в цене закрашиваю decимет apoевого справа. Закрываем груди до авто. Теперь выполняем маленькое колечко и соединяем его с предыдущим кольцом и с центральным. Набираем 6 узлов. Выполняем соединение с двумя пико. Продолжение следует... Набираем оставшиеся 8 узлов. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы нам было удобно набирать узлы следующей дуги, отверните эти колечки вниз. Выполняем дугу с бисером. Сначала набираем 13 узлов пико 4. Подтягиваем бисеринку и вплотную к ней выполняем 2 узелка. Продолжаем чередовать бисер и 2 узла до четвертой бисеринки. Четвертую бисеринку мы добавляем не вплотную к узелкам, а делаем небольшой пико. Так как чуть позже мы будем сюда присоединять еще один элемент. Завершаем дугу по схеме выше. Затягиваем дугу. Разворачиваем наши предыдущие колечки. Вот таким образом должна лечь дуга. Присоединяем ее вот к этому пико и закрываем, не переворачивая работу. Присоединяем ее использовать. Присоединяем ее вещество. Круто не измельчает. Присоединяем ее вещество. Выполняем дугу из 9 узелков. Закрываем дугу, переворачивая работу. Закрываем дугу из 9 узелков. Закрываем дугу из 9 узелков. Следующий элемент это кольцо. Его мы должны соединить с центральным кольцом из пико с бисеринкой. Набираем 7 узлов, выполняем соединение. Смотрите, чтобы бисеринка осталась слева от соединения. Набираем оставшиеся 7 узлов. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Закрываем кольцо. Выполним еще одну дугу с бисером. Набираем 3 узелка, а затем чередуем бисеринку и 2 узелка, чтобы всего у нас на дуге получилось 4 бисеринки. Закрываем дугу, переворачивая работу. Выполняем еще одно колечко и присоединяем его к центральному. Субтитры создавал DimaTorzok Закрываем кольцо, переворачивая работу. Субтитры создавал DimaTorzok Дополняем симметричную дубу. Закрываем дубу, переворачивая работу. Выполняем маленькое кольцо и соединяем его с центральным кольцом. Субтитры создавал DimaTorzok Закрываем кольцо, переворачивая работу. Следующий элемент, вот эта дуга из 9 узелков. Присоединяем дугу к пику второго кольца и закрываем ее, не переворачивая работу. Нам осталось выполнить симметричную дугу с бисером. Она, как вы помните, должна присоединяться к центральному кольцу вот тут. Но так как это не очень удобно делать, а я все равно буду расшивать серьги бусинами и сшивать две дуги между собой, я решила, что я присоединю эту дугу к кольцу позже. Поэтому просто набираем узлы дуги без каких-либо соединений. Выберем легкий путь. Помните, что третью бисеринку мы делаем с небольшим пиком. После того, как мы добавили шестую бисеринку, набираем 4 узла пиком 13. Снимаем узелки. Укладываем дугу так, как нам надо по рисунку. Проходим иголки через самое первое кольцо. Игорь. 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 Нитку от клубка я отрежу, вытяну ее на обратную сторону, чтобы завязать узелок. Затягиваем дугу. Смотрите, чтобы дуги были одинакового размера. Выполняем два узелка. Отрезаем лишнюю нить. Теперь я немного ополю узелок, чтобы его закрепить. Теперь спрячем кончики в рядом расположенных узелках. Я, как обычно, буду использовать нить-деватель. Смотрите продолжение в следующей серии. Аккуратно отрезаем лишние кончики. Теперь переходим к расшивке. Берем тонкую иглу и тонкую нить подходящего цвета. Мне понадобятся две бисеринки размера 10. Одна бусина биконус и две маленькие бисеринки, которые я уже использовала в работе. Итак, начну я вот отсюда. Пройду через несколько узелков. Затем сделаю узелок, чтобы закрепить нить. Пройду вот сюда. Пришью дугу. Затем поднимусь вверх и пришью мусины. Оставляю небольшой гвоздик. Отрежу его чуть позже. Продолжение следует... Продолжение следует... После узелка хвостик можно отрезать. Поднимаемся наверх. Кстати, я тут подумала, что если взять нить поплотнее, то таким образом можно укрепить работу. Пока еще не пробовала, только подумала. Как попробую, обязательно поделюсь результатом. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Выполню еще один узелок, чтобы закрепить нить. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... И еще раз туда-обратно через бисер для надежности. Продолжение следует... Выполняю два узелка и прячу нить в рядом расположенных узелках. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Осталось прикрепить швензу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добро пожаловать в мой аккаунт. На сегодня это все. Пока-пока!